Сейчас будет очередная проверка той семьи, где была трутовая матка, куда мы подсадили, как подсеяла матка. Прошло, это было 16 июня, сегодня 25, прошло больше 10 дней. Сейчас мы проверим, что она сделалась с этой семьей, как она исправилась. Пожалуйста, приготовьтесь, будем смотреть. Сейчас я возьму стамесочку. Эта семья у нас, как и была в прошлый раз, под номером 37. Было очень много трутовых, была трутовая маточка. Поэтому мы, как видите, все барахло здесь. Поэтому мы сейчас посмотрим, что здесь у нас творится. Исправилась семья или не исправилась. Матку-то мы видели бегала, но прошло уже 10 дней. Что они здесь творят, как говорится. Посмотрим. Итак, трутни еще мелкие бегают вот наверху. Вот они, вот они. Можно их еще заловить, как говорится. Но уже их поменьше, по-видимому. Сейчас глянем. Сейчас отодвинем и глянем, как тут работает маточка. Что тут требуется еще добавить, скажу. Эта семья, естественно, ослабла за счет того, что выкормила три рамки трутней. И процесс развития ее затормозился. Сюда нужно добавить рамочку с засевом. Как говорится, чтобы матка только молодая начала сеять. И видно, что червячки есть. Засев есть. Хороший, повсеместно. Но, так сказать, этого недостаточно разгона. Потому что пчела есть. И с этой стороны, вот, пожалуйста, тут червячки. Вот видно, вот они, видишь, белые червячки. И яички. Вот, есть. Сейчас мы проверим маточку, где она бегает тут. Трутней еще достаточно. Естественно, я их не струшивал. Можно было бы струсить всю эту семейку, чтобы трутни не прилетели, когда они вышли. Они когда были молоденькие. Этот недостаток, значит, мы учтем на следующий раз. Ну, если кто не хочет возиться, может их оставить, конечно. Вот. Тут залили метком. Трутни повыходили. Тут никого нет уже. Ее можно на краешек поставить. Матки не видать. Напрышком залили, не дают сеять. По-видимому, пошел взяточек небольшой. Сейчас мы ее на краешек поставим. Она не годится. Она раздробленная рамочка такая, погрязенная. Чтоб не создавала ни уюта в гнезде. Смотрим следующую рамочку. Вот, пожалуйста, смотрите, какой расплод. Нормательный расплод. Это уже 10 дней прошло. Она запечатала. Вот. И здесь запечатанный расплод. Почему с дырочками? По той причине, что здесь трутневые торчали эти штыри. И распод сетчатый получился. Этих самых трутней торчало много, как говорится. Очень много трутней было. Так. Где же эта маточка? Ну, яички есть. Червячки есть. И расплод нормальный, нягкий. Пошел такой сплошной. Это уже хорошо. Смотрим следующую. Может, на следующую перебралась. Вот она маточка. Как видите, на углу маточка. Вот она бегает. Желтенькая, видите, да? Полезла на ту сторону. Вот. Вот она на этой стороне трудится. Видите? Молодая, плодная, крупненькая. Вот. Я уже ее с нуклею собрал. Там она уже сеять начала. Поэтому засевчик есть здесь. Вот. И она работает хорошо. Старую матку мы убрали. Убили сразу же. Которая здесь была неплодная. Итак, она лазит по всем рамкам. Старается. Сейчас, я гляну. Яичек навалом. Сплошняком засеяла. Молодец, умница. Вот это все сплошняком засеяла яички. Если торчат вот такие вот четыре этих старых трутни, то она не может засеять, пока трутень не выйдет. Как говорится. Вот она, красавица, бегает. Семья пошла на исправление. Что этой семье нужно дать? Она только разгоняется. Этой семье можно добавить рамочку с засевом. Одну для начала. А потом через пару дней другую. Чтобы это самое... Был период. И пчелы спокойно могли выкармливать. Сначала одну рамочку, потом другую рамочку. Итак, семья исправилась. Удачи вам. Учтите ошибки. Это была трутовая матка. Мы поставили сюда матку в клеточки. И она исправилась. Быстро они ее восприняли. Пчелы. Чтобы пчелы не бездельничали, то мы можем дать сюда впоследствии рамочку с засевом. Не обязательно. Или полуоткрытым расплодом. Итак, удачи вам. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи. Продолжение следует...